Дорогие слушатели, мы с вами начинаем пятый семестр нашей работы по изучению текста Торы. Значит, я приношу свои извинения за то, что информация приходила достаточно противоречивая к вам, то есть все менялось вплоть до сегодняшнего вечера, но теперь уже все у нас определено. Мы будем работать с вами по вторникам, каждый вторник до февраля месяца, и начало у нас в 20 часов по израильскому времени. Это 21 час по московскому времени, ну а среднеевропейское или американское, считайте, как у кого получается. Итак, мы с вами закончили четвертый семестр в июне этого года на изучении недельного раздела ТИТИССА. Мы примерно половину раздела уже изучили, сейчас я просто в двух словах напомню вам, о чем там шла речь. Вообще говоря, недельный раздел ТИТИССА начинается примерно так в переводе. Когда ты поднимешь, причем вот это поднимешь, речь идет поднимешь тяжесть груда. То есть это Всевышний обращается к Маше, ты Маше, а Грузь это еврейский народ. То есть Маше приходится принять на себя всю тяжесть проблем, связанных с руководством еврейского народа, еврейским народом. И об этих проблемах мы, собственно, сейчас и будем говорить. Начинается недельный раздел с того, что Маше находится на вершине горы Синай, где он ведет диалог с Творцом о том, что и как надо делать. Начинается недельный раздел с правил проведения переписи населения. И в дальнейшем она будет проведена. Будут переписаны все военно обязанные мужчины от 20 лет и старше. И их окажется около 600 тысяч человек. Очень важная цифра, запомним ее. Затем Творец дает Маше указания, как надо изготовлять различные инструменты для мешкана. Рассказывает о правилах работы с ними. Он обучает Маше, как нужно посвящать в коэны, то есть в те, кто имеет право работать в мешкане, в походном храме. И предписывает сделать это Сааронаму с его сыновьями. Всевышний дает Маше указания о том, кто имеет достаточную квалификацию для строительства мешкана. Выделяются два главных архитектора. И, казалось бы, все идет очень хорошо. Проводится подготовка для строительства мешкана. Все замыслы Творца будут реализованы. Но, как это мы видели уже не один раз, прекрасный замысел при своем воплощении может оказаться не таким прекрасным. Действительность, оказывается, сильно отличается от замысел. Происходит это потому, что в отсутствии Маше народ решает построить наглядное изображение Всевышнего. Воспитанные в Египте евреи понимают, конечно, что те статуи, которые стоят у египтян, это не сами боги. И статуи быков в Египте – это вовсе не бог Хапи. И бог Хапи вообще, может быть, не существует. Но эти статуи помогают египтянам наглядно представлять себе божественную силу. Символ для человека – это великая речь. И в отсутствии живого лидера, а Маше находится на горе Синай уже почти целых 40 дней. Лидера нет. И вот в отсутствии лидера именно какой-то символ, флаг, герб, лозунг может объединить народ. Этот символ, как символическое представление Всевышнего. Конечно, Всевышний вездесущий, невидимый, внематериальный, но очень хочется сделать себе символ, который можно потрогать. И вот то, что сегодня для граждан национальных государств – это флаг, герб, лозунг – в Египте тех дней это было изображение животных. И Единого Всевышнего, того самого, который выводил наш из Египта, который вел нас по пустыне, который разговаривал с нами с вершины горы Синай. И вот Единого Всевышнего решили представить в виде молодого быка. Вполне наглядно, знакомо. И первая буква нашего алфавита, буква Алиф, в те времена рисовалась, как изображение головы быка с рогами. И Аарон возглавляет изготовление вот этого символа. Хотя он и говорит народу, что у нас будет праздник в честь Всевышнего, но пляшет народ вокруг символа. И это оказывается страшным нарушением. Маше спускается вниз с горы Синай. Маше видит эти пляски вокруг золотого теленка, разбивает первую пару скрижалей, которую он принес с собой, скрижали, на которых были записаны 10 заповедей. И Маше вынужден подозвать к себе левитов, сыновей колена левитов, которые не участвовали в изготовлении золотого теленка, и отдать им страшный приказ. Маше говорит, «Так сказал Ашема-Лохим Исраэля, положите муж меч свой на бедро свое, пройдите и вернитесь от ворот до ворот в лагере, и убивайте муж брата своего, и муж ближнего своего, и муж родственника своего. И сделали сыны леви по слову Маше, и пало из народа в день тот около трех тысяч мужей». Я не случайно просил вас запомнить цифру переписи Угары Синай, около 600 тысяч, а убито около трех тысяч мужей. То есть зачинщики, инициаторы изготовления золотого теленка, это было примерно полпроцента от численности народа Израиля. Решение страшное, решение жестокое. Но давайте себе представим ситуацию. Группа разведчиков в тылу врага. Кругом враги. Есть задание. Задание надо выполнить. И вдруг кто-то из группы, ну полпроцента, если в группе даже 100 человек, то кто-то может быть один, да, из 200 человек один, ведет себя неадекватно. И это угрожает сорвать все задание. Эвакуировать его, отправить на большую землю невозможно. И командир группы принимает единственное жестокое, страшное решение. Но решение абсолютно необходимо. Он расстреливает человека, чье поведение является неадекватным. Тем самым он сохраняет жизни всех остальных разведчиков и делает возможным выполнение заданий. Ну или, если хотите, экипаж атомной подводной лодки на большой глубине в далеком океане, которая тоже выполняет свое боевое задание. Неадекватные действия, неадекватное поведение одного члена команды и погибнет вся лодка, погибнет весь экипаж и боевое задание не будет выполнено. Поэтому решение Маше, исполненное с сынами Лени, конечно жестоко, конечно страшно, но бывают ситуации, и здесь у горы Синай. Это была та самая ситуация, когда это решение было единственно необходимым. И сделали сыны Лени, по слову Маше, и пало из народа в день тот около трех тысяч мужей. Колено Леви – это ревнители. Им свойственно качество суда, тим. Они способны действовать в интересах выполнения закона. Мы помним, как Шимон и Леви вступились за честь своей сестры Дины, а по сути за честь народа Израиля, и вдвоем перебили всех взрослых мужчин города Шхем. То есть вот колено Леви отличается такой способностью, но в Элице с Раэль они не будут жить вместе. Потому что постоянно вот это вот качество суда, способность убить виновного, это качественно допустимое, что называется, в боевой обстановке, становится проблематичным в обстановке собственной страны. И поэтому, в соответствии с завещанием Якова, сыновья колено Леви будут рассеяны по 48 городам Израиля после завоевания страны. И было на завтра. И сказал Маше народу, вы провинились виною великою, а сейчас я поднимусь к Шхем, может быть, я искуплю за вашу вину. Маше не является обвинителем народа. Маше является защитником народа. Он был вынужден казнить активиста в изготовлении золотого теленка для того, чтобы спасти весь народ. А сейчас он отправится обратно на вершину горы Синай просить Всевышнего простить вину народа Израиля. Мы помним, на каких словах Маше расстался со Всевышним, когда первый раз начал спускаться с вершины Синай. Всевышний сказал ему, народ Израиля погрязан в грехе, не успел он услышать мой голос, как уже сделал золотого теленка, и давай не будем, так сказать, заниматься ерундой, давай мы народ Израиля уничтожим и от тебя, Маше, я произведу другой народ. Народ, который не будет при всяком удобном случае бросаться в идолопоклонство. Решение очень соблазнительное. Мы помним, как в свое время Йосеф мечтал о том, чтобы войти в категорию праотцов, стать родоначальником еврейского народа, но в итоге еврейский народ происходит от всех сыновей Якова до сегодняшнего момента, до Синая. А теперь Маше получает предложение, пускай еврейский народ произойдет только от тебя. Ну, мы помним, что на самом деле один раз уже Маше о чем-то подобном задумался. Когда он бежал из Египта, убедившись в том, что еврейский народ в Египте погрязь в грехах, погрязь, собственно, в египетской культуре, даже к ближнему своему относится совершенно неадекватно. И что делает Маше? Маше не просто убегает из Египта, он бежит в Медьян, чтобы взять себе в жену женщину Медьяна, мы помним, что Медьян это тоже потомки Абраама, но не отцары, а отктуры, и произвести новый избранный народ. То есть, те, кто в Египте, пускай там в Египте и остаются, а новый праведный, эталонный избранный народ сделает Маше. То есть, были у него вот такие мысли, но вот сейчас Маше стоит на абсолютно другой точке зрения. Сам факт того, что он разбил скрижали, в переводе на русский язык звучит примерно так. Религиозные законы это важно, но народ сыновья Абраама, Исхака и Якова, потомки Абраама, Исхака и Якова, это более важно, чем те или иные религиозные законы. Пусть живет народ, даже если он какие-то законы нарушает. И вот сейчас Маше ни на полшага не ведется на это соблазнительное предложение Всевышнего. И вернулся Маше Кашем и сказал, пожалуйста, провинился народ этот виновую великую, и сделали для них Элогим золото. Элогим золото, в смысле золотого иного. А сейчас, если простишь вину их, и если нет, сотри меня, пожалуйста, из книги твоей, которую написал ты. Я категорически отказываюсь от своей роли великого человека, говорит Маше. Сотри меня из твоей книги. В любом случае. Прощаешь ты, народ, не прощаешь ты, народ, но я вовсе не хочу быть великим родоначальником нового народа. И на это Всевышний отвечает Маше так. И сказал Ашеб Маше, тот, кто провинился мне, я сотру его из книги моей. То есть каждый отвечает за себя. Тот, кто занимался строительством золотого теленка, тот виноват. Кто не занимался, тот не виноват. и кого записывать в книгу, а кого стирать из книги, решать только Всевышний. А сейчас иди, направь народ, куда я говорил тебе, вот малах мой пойдет перед тобою, а в день за счета моего, и засчитаю я на них вину. Смотрите, Всевышний не прощает такой ошибки. В день за счета моего засчитаю вину их. Наказание будет, наказание будет суровым, но наказание будет далеко не мгновенным. А вот первый этап наказания состоит в том, что Всевышний отказывается от прямого управления Израилем и посылает некоторого малаха, посланца, как это и бывает у других народов. То есть, если от момента исхода из Египта и до горы Синай непосредственно Всевышний руководил исходом, помните, это днем в столпе облачном, ночью в столпе огненном, Всевышний сам шел перед народом и воевал с армией фараона и так далее, и так далее, все это делал сам Всевышний. Сейчас в виде наказания определенного, в виде своей реакции на то, что произошло, Всевышний вместо себя хочет послать своего представителя. И поразил Ашем народ за то, что сделали теленка, которого сделал Ару. Очень интересный пасук. Значит, мы уже сказали, что наказание предстоит, наказание будет. Собственно, мы узнаем в дальнейшем, что наказание народа будет состоять в том, что те, кто вышли из Египта во взрослом возрасте, вот мужчина 20 лет и старше, им не дано войти в Эрис-Исраэль. Из 600 тысяч вышедших из Египта в Эрис-Исраэль войдут только двое. Все остальные погибнут в пустыне, а в Эрис-Исраэль войдет новое поколение. И таково будет наказание поколения Синаевского откровения за то, за те ошибки, которые они совершили. Желобный теленок будет не единственная их ошибка. Интересно, что поразил Ашем народ, то есть наказанием подвергается народ, но Аарона не наказывал, хотя теленка делал Аарон. Разница состоит, может быть в том, что намерения народа получить себе символ, получить себе идолы, были негативными, а намерения Аарона были позитивными. Он максимально удерживал народ от этого действия и действовал по принципу не можешь противостоять движению, возглавить движение. и когда он делал теленку, он еще не догадывался, что его действие, вот его эта тактика является абсолютно неприемлемой. «И говорил Ашем Маше, иди, поднимись из этого, ты и народ, который поднял ты из страны Египет, страну, о которой поклялся я, Аврааму, Итхаку, Якову, сказав, семени твоему я дам ее». Странное указание. «И говорил Ашем Маше, иди, поднимись из этого». Откуда? Из какого этого надо подниматься Маше и еврейскому народу? Смотрите, в книге Берешит было написано о том, как спустился Яков в Египет. Значит, спуск в Египет, мы опустились в глубину нечистоты мира, но мы уже поднялись из грубо материального мира Египта к духовным высотам Сина. Это был на самом деле долгий и постепенный подъем. Это был не только вот сама секунда исхода из Египта. За полгода до исхода мы освободились от работы по принуждению. Десять казней выделили нас из массы жителей Египта, раступившее море раступилось, пропустило нас и утопило войско фараона, которое грозило вернуть нас в прежнее состояние. И дальше шаг за шагом двигаясь к Синаю мы освобождались от ограничений материального мира. То есть когда мы съели последнюю мацу, мы получили хлеб с неба, ман, да? не было воды, мы утоляем жажду водой из шкалы. Построив правильную социальную систему, вот эту вот структуру с тысячными, сотскими, десятскими, мы избавляемся от повседневных споров и разногласий. Мы очищаем одежды, не приближаемся к женам. То есть все проблемы и соблазны материального мира остались позади. И мы стоим перед Синаем. Есть ли высота выше той, на которую спустился сам Всесильник? Где мы видели его голос? Куда же надо подниматься? Из этого, из этой совершенно невероятной высоты, оказывается, есть высота более высокая. И эта высота Эритс Исраэль. Что может быть выше, чем видение Творца? Ближесть к Творцу, знание Творца? А мы видели и огонь, и мы видели звуки, которые именно видели звуки, раздававшиеся с вершины Синаи. Что может подняться над Синайским откровением? Куда мы можем подняться из этого? Только одно может быть выше. Это реализация замысла Творца в нашем материальном мире. Реализация, которая возложена на нас. Именно поэтому следует приказ подняться из этого, из состояния уже почти надмирного, состояния получения Торы. Вот из растворенности в откровении надо подняться в материальный мир Эриц Исраэль и приступить к повседневной своей работе, приступить к реализации Торы. Вообще говоря, переезд еврея на постоянное жительство в Эриц Исраэль называется сегодня Алия, что в переводе с эврита означает подъем. Конечно, речь идет не о подъеме в географическом смысле. Житель Москвы, который поселится в Тель-Авиве, оказывается ниже по отношению к уровню моря. И это одно, а другое можем ли мы говорить о каком-то духовном подъеме, если случается так, что инженер приехал в Израиль зарабатывает на жизнь простым рабочим или выпускник Нью-Йоркской дешивы служит в охране. Оказывается, может. Рамбам писал, что выполнение евреями витсмот за пределами Эриц Исраэль имеет только один единственный смысл. Не забыть о том, как это надо делать. А реальное выполнение приказов Всевышнего возможно только в Эриц Исраэль. Он считал, что у того, кто не в Израиле, как бы нет Элогима, и он непроизвольно хочет, что он этого или не хочет, но он служит идолом других народов, даже если совсем не собирается этого делать. А в Эриц Исраэль даже самые простые материальные действия человека наполнены высочайшим духовным смыслом. И говорили наши мудрецы, тот, кто живет в Эриц Исраэль, уже одним этим как бы выполняет всю Тору. Знаете, одна из заповедей, которую получил Авраам, звучало так. Встань и пройди по земле этой. Да, то есть вот ходить по земле Исраэля. Поэтому когда житель нашей земли выходит из того, чтобы выкинуть мусор, чтобы поехать на рынок, чтобы зайти в магазин, и делает первые четыре шага от своего дома, он уже выполнил важнейшую заповедь Торы, первую заповедь, которую получил Авраам, в связи с землей Израэля. И можно, конечно, подумать, что еврейский народ должен подниматься в Эриц Исраэль не с Синайских высот, но и с глубины своего падения после истории с золотым теленком. То есть, вот, история с золотым теленком, это же наше падение, наш возврат к египетскому состоянию. Но эта версия абсолютно несостоятельна. Потому что подниматься должен весь народ. То есть, не только те, кто лично участвовали в изготовлении золотого теленка, но и левиты, которые этим не занимались. И даже сам Маше, потому что Всевышний говорит, поднимись из этого ты и народ, который поднял ты из страны Египет. То есть, сам Маше, который сейчас стоит на Синае и говорит со Всевышним, как говорил бы кто со своим близким. Он стоит с ним лицом к лицу. И даже вот из этого уже абсолютно метафизического состояния оказывается движение в Эриц и Сироэль и реализация, практическая реализация Торы в своей стране на своей земле является более высоким состоянием. И два вывода мы делаем из этого пасука. Первый вывод состоит в том, собственно мы это уже проговорили, что даже для тех, кто находится на самых верхних этажах понимания Торы, для мудрецов каббалистов, для людей, у которых в Торе нет никаких тайных проблем, даже для них практическая реализация Торы в Эриц и Сироэль это подъем. И второй вывод. Нет такой высоты, взяв которую можно остановиться и сказать все, дальше некуда, я достиг максимума. Путь нашего познания Творца и реализации его замысла является бесконечным. Итак, Всевышний требует, чтобы Маше поднял народ из состояния Синая и отправился в ту страну, о которой поклялся я Аврааму, Исхаку, Яаку. И пошлю я перед тобой Малаха и прогоню Кнаани Эмори Иси Ти Ипризи Сиви Иемуси. Очень интересная фраза. Всевышний понимает, что так же, как и сегодня, Эрес Исраиль, земля, обещанная сыновьям Авраама, Исхака и Якова, вовсе не пустынь. Это здесь, у горы Сина, и мы находимся в пустыне. А в земле Израиля в этот момент живут семь народов. Мудрецы наши говорят, что вообще говоря, число семь символизирует полноту этого мира. Да, вот семь дней творения, шесть направлений пространства и времени и так далее. А восемь это символ трансцендентного выхода за рамки обыденности. И когда Тора говорит о семи народах, проживающих в стране Кнаан, то речь идет вообще о любых народах мира, которые тогда или позже или теперь претендуют на землю восьмого еврейского народа. И задача расселения Израиля в земле Кнаан, которую перед нами ставят Всевышний, на самом деле может иметь три варианта решений. Вариант номер один. Создание государства всех его граждан независимо от их этнически религиозной идентификации. Эдакая Ближневосточная Америка. Большой плавильный котел, который всех переплавит, и сделает нас всех Кнааньянами. Вариант номер два. Модная не так давно идея, которая была сформулирована нашим премьер-министром так, два государства для двух народов. Ну, а если перевести это дело в реалии времен Синайского откровения, то нужно было бы сделать восемь государств для всех заинтересованных, в том числе для еврейского народа, на территории, выделенной одному народу. И, наконец, третий вариант, это этническая зачистка земли обетованной. То есть убрать тем или иным способом оттуда все народы, кроме того, которому эта земля обещанная. Значит, как бы то ни было, территория является занятой, и Всевышний вовсе не устраняется от решения Кнаана израильского конфликта. Интересно, что после первого сионического конгресса в 1897 году была создана специальная комиссия, которая должна была отправиться в Палестину для изучения возможностей переселения еврейского народа. И вот когда эта комиссия вернулась в Европу, то правление всемирокрессионистской организации, Теодор Герцель, были абсолютно огорошены удивительной информацией. Оказывается, там живут арабы. Оказывается, Палестина не является пустыней или является не только пустыней, и есть какой-то другой народ, там арабы, бедуины, с которыми надо тем или иным способом строить свои отношения. Так вот, Всевышнему не надо посылать комиссию к нам, он знает, что там живет семь народов. И Всевышний говорит, «И пошлю я перед тобою Малаха», то есть заведомо заранее, перед тем, как придет еврейский народ в Эрискман, некий Малах прогонит к наонему рихи и привези в Иисусе. При этом речь не идет о изгнании на индивидуальном уровне. Когда Всевышний говорит, что он собирается очистить землю Израиля от других народов, то речь не идет о том, что каждого жителя этой страны будут подвергать изгнанию. На самом деле, на индивидуальном уровне у жителей Кнаана есть три варианта действий. Вот как может действовать каждый Кнаани-Ядин. Первое. Это добровольно покинуть страну. И на самом деле седьмой народ, ведь в этом втором поступе перечислены Кнаани, Эмори, Сити, Прези, Сити, Ви и Евуси. Шесть. А мы знаем, раньше об этом было сказано, что народов было семь. Были еще и гергаши. Так вот, эти гергаши, узнав о том, что евреи вышли из Эдикта, помните, мы обсуждали, как в отсутствии интернета и мобильной связи по миру разнеслась весть о исходе евреев и гибели войск фараонов. Так вот, узнав обо всем об этом, гергаши сами покинули землю Израиля, не дожидаясь, может быть, малоприятной встречи с Малахом, посланцем Творца. Есть второй вариант действий. Перестать быть самостоятельным народом. Прекратить идолопоклонство. И когда Тора говорит, «Пошлю я перед тобой Малаха и прогоню Кнаониему Рихи Титри Вихи Вихи», то речь здесь идет не о том, что прогонят всех Кнаони Ян, например, а он уберет национальную символику Кнаони Ян. То есть, если человек прекращает идолопоклонство, принимает на себя выполнение семи заповедей Ноаха и соглашается с главенствующей ролью народа Израиля в земле Израиля и будет подчиняться законам еврейского государства, платить налоги и так далее, в этом случае закон Торы обещает таким людям полную гарантию их личных и имущественных прав. Потому что Тора в десятках мест повторяет «Не притесняй пришельца, помни, что ты был пришельцем в земле Египта». Итак, это второй вариант. Первый вариант. И второй вариант. Подчиниться руководящей роли еврейского народа. И, наконец, третий вариант. Попытаться, оставаясь народом, то есть народ, социальная структура, божество, флаг, символ и так далее. Так вот, оставаясь народом, попытаться силой воспрепятствовать Израилу поселиться в Эриц Исраиле. Но если какой-то народ выступает против нас, то все представители этого народа, в том числе женщины и дети, подпадают под действие сурового закона войны. Ни души не останется в живых. Как пишет Рамбом в книге «Законы царей» глава 6. После поражения народа, выступившего против нас, будет уже слишком поздно раскаиваться и говорить «Минуточку, мы тут ошиблись, теперь заключаем мир, мир в обмен на территорию, да?» Все начавшие воевать против нас, должны быть уничтожены и никакие мирные переговоры невозможны. И чуть позже мы будем увидеть, как четко Аллаха формулирует запрет на мирные переговоры с народами к нам. Итак, страну, текущую молоком и медом, потому что не поднимусь в среде твоей, потому что народ жесткой шеи ты, чтобы я не уничтожил тебя в дороге. Всевышний понимает, что история с желатым теленком это дали кони последняя история, где народ Израиля поступает не лучшим образом. И Всевышний говорит, вы будете делать ошибки, так вот для того, чтобы я Всевышний не уничтожил вас по дороге, пусть с вами идет мой посыльный Малах, который не будет заниматься уничтожением народа. И услышал народ слово злое это, и заскорбили, и не возложили муж украшение свое на себя. То есть, по сути дела, отказ Всевышнего от непосредственного руководства еврейским народом, это прекращение, в определенном смысле, прекращение избранности народа Израиля. Это действительно ужасное решение, и отказ от украшений, это реакция на это решение Всевышнего. И сказал Ашем-Маше, скажите нам Израиля, вы народ жесткой шеи, никодин, я поднимусь в среде твоей и уничтожу тебя, а сейчас сними украшения свои с себя, и я буду знать, что сделаю тебе. И сняли сыны Израиля украшения своей с горы Хорес. С того момента народ уже не поднимался на тот уровень, на котором он стоял перед историй Золотой Материод. То есть и физически, и ментально мы отступили вниз. И Маше возьмет шатер и натянет его вне лагеря, вдалеке от лагеря, и назовет его шатер встречи, и будет всякий ищущий Ашем, выйдет к шатру встречи, который вне лагеря. От повествования о настоящем времени Тора переходит к будущему времени. Простите, сейчас я уберу. Тора переходит к будущему времени в взаимоотношении Маше всевышнего и еврейского народа. Всевышний предлагает ситуацию, когда будет поставлен специальный шатер, который будет назван шатер встречи, он будет вдалеке от лагеря, там в шатре встречи будет Маше встречаться со Всевышним, и всякий ищущий Слово Всевышнего должен будет идти к этому шатру встречи. Таким образом, еврейский народ находится в отдалении, будет находиться в отдалении от того места, где Маше встречается с Всевышним. Как мы узнаем позже, и это очень важно в дальнейшем, ситуация изменится, и шатер встречи, вот этот походный храм Мешкан будет стоять не вдалеке от лагеря, а в центре лагеря, в центре еврейского народа. Присутствие Всевышнего вернется в центр еврейского народа. Но это произойдет чуть позже. Значит, а пока всякий ищущий Ашем выйдет из лагеря к шатру встречи, который вне лагеря. И будет при выходе Маше к шатру поднимутся весь народ и встанут муфу входа шатра своего и будут смотреть за Маше до прихода его в шатер. То есть, Маше сам не окончательно покидает Израиль. Маше живет в лагере и выходит из него только для встречи с Всевышний. И будет при заходе Маше в шатер спустится столб дыма и встанет у входа шатра и будет говорить с Маше. И видел весь народ столб дыма стоящего у входа шатра и поднимался весь народ и распластывались муж у входа шатра своего. Всевышний говорит, что муж должен стоять у входа в свой шатер. Но люди настолько жестко переживают эту ситуацию удаления Всевышнего из среды народа и то, что Маше для разговора с Всевышним должен уходить куда-то далеко, что они не стоят у входа в свой шатер, а распластываются по земле у входа в свой шатер. И говорил Ашен с Маше лицом к лицу, как будет говорить муж близнему своего, и возвращался в лагерь, а служитель его Яушуа бинну юноша не отлучался от шатра. Всевышний дает Маше абсолютно объективное пророчество. то есть сам Маше достиг такого уровня, когда Всевышний говорит с ним красивая метафора Тора и говорил Ашен с Маше лицом к лицу, как будет говорить муж близнему своего. То есть Маше абсолютно подготовлен к восприятию слов Всевышнего и Всевышний дает ему простое, прямое, объективное пророчество, которое дальше Маше передает народу. И сказал Маше Ашен смотри, ты говоришь мне, подними народ этот, а ты не сообщил мне, кого пошлешь со мной, а ты сказал, я знал тебя по имени и также нашел ты милость в глазах моих. В переводе это звучит примерно так. Послушай Всевышний. Я не хочу твоего Малаха. Я напоминаю тебе, что ты знал меня и уважал меня, все такое, а теперь пожалуйста, а сейчас если пожалуйста нашел я милость в глазах твоих, сообщи мне пожалуйста путь твой и узнаю тебя ради того, что найду милость в глазах твоих. И смотри, ведь народ твой, народ это. Маше продолжает замечательную традицию спору спору со Всевышним, который отличался наш прадед Шевраам. И на самом деле речь идет конечно не о том, что Маше интересуется путями Всевышний. Маше требует, чтобы весь народ шел за Всевышним, чтобы Всевышний отменил свое решение о посылке Малаха и сам возглавил движение еврейского народа. И последний аргумент, который Маше использует. Смотри, ведь этот народ со всеми его проблемами, со всеми его ошибками, со всеми его нарушениями это твой народ. Это тот самый народ, который ты создавал, начиная от Авраама. Так давай уже и продолжай быть с этим народом. Твое обещание не может быть отменено. И Всевышний соглашается изменить свое решение ради Маше. И сказал «Лицо мое пойдет и успокоит себя». «Хорошо, я пойду с народом». Договорились. Но дальше Маше продолжает свой спор, и это уже не просьба о прощении. Это просто жесткий ультиматум. И сказал ему, то есть Маше сказал «Если не пойдет лицо твое, не поднимай нас из этого». То есть одно из двух. Или ты нас возглавляешь, ты идешь с нами, или мы вообще никуда не идем. Все, разговор закончен. Это мое последнее слово. и значит вот этот ультиматум «И чем же узнается, что нашел я милость в глазах твоих, я и народ твой, разве не в том, что идешь с нами и отличимся, я и народ твой от всякого народа, который на лице земли». Значит, Всевышний, ты утверждаешь, что я нашел милость в твоих глазах, но на самом деле не только я нашел милость, но и народ нашел милость. Я сын своего народа, и я вождь этого народа, и народ нашел милость в твоих глазах. И из всех народов, которые есть на лице земли, твое присутствие выделяет нас. Если нет твоего присутствия, мы уже и не являемся выделенным народом, и сказал Ашем-Машем, так же слово это, которое говорил ты, я сделаю, потому что нашел ты милость в глазах моих, и я узнал тебя по имени. Всевышний еще раз меняет свое решение, он выполняет обе просьбы Маше, он готов идти среде народа, и тем самым отличить Израиль от других народов. И таким образом национальная задача, которую поставил перед собой Маше, оказывается решена. То есть при всех взысканиях и наказаниях, которым будет подвергнут еврейский народ, Всевышний остается с народом, остается в среде народа, и так будет происходить движение в Эрис Израиль. И тогда, решив эту национальную задачу, Маше обращается к Всевышнему с личной просьбой. Знаете, да, такой принцип. Сначала общее дело, а потом уже личная просьба. И сказал, покажи мне, пожалуйста, славу твою. Вообще, довольно странный грамматический оборот. Что значит слава твоя? Говорили наши мудрецы, что весь мир поет славу Всевышнему. Ну, собственно, Маше не слеп, не глух, он видит всю красоту этого мира, и тем самым видит славу Всевышнему. Сейчас попробуем с этим разобраться. и сказал, я проведу все благо мое перед лицом твоим, и воззову имени Машем перед тобой, и помилую кого помилую, и пожалею кого пожалею. На самом деле, это ответ на предыдущую просьбу Маше. Когда Маше говорил, дай познать путь твой, да, и вот Всевышний на эту просьбу ему отвечает, я покажу тебе все благо мое, и помилую кого помилую, и пожалею кого пожалею. То есть базовое качество Всевышнего это милосердие. И говорят наши мудрецы, что иногда, а на самом деле довольно часто, Всевышний прощает тех, кто этого совсем не заслужил. Он дает им время на исправление, время на то, чтобы сделать шуму, чтобы вернуться на пути Всевышнего. А вот на последнюю просьбу Маше, покажи мне пожалуйста славу твою, Всевышний отвечает и сказал не сможешь увидеть лицо Мое, потому что не увидит Меня человек и жив. Знаете, один из современных комментаторов Торы говорит так, что увидеть Всевышнего лицом к лицу ну это приблизительно то же самое, что космонавту оказаться на поверхности Солнца. То есть увидеть действие Солнца в нашем мире может каждый человек. Космонавт, вылетевший за пределы земной атмосферы, может увидеть Солнце, может изучать солнечную атмосферу при соблюдении определенных предосторожностей. Какие-то стекла, защищающие от жесткого излучения и так далее, и так далее. Но вот оказаться на поверхности Солнца, оказаться с ним лицом к лицу, не способен никакой земной аппарат и никакой жительства. И вот точно так же не увидит Меня человек и чтобы остаться в живых. И тем не менее Всевышний дает возможность Маше что-то увидеть. И сказал Ашем, вот место со мной и встанешь на скале. Всевышний как бы уменьшает свое присутствие в мире. Мы уже сталкивались с этим, когда обсуждали первые дни творения. Так вот, для того, чтобы человек мог где-то расположиться в мире, Всевышний должен уменьшить свое присутствие, сократить себя, цинцун и освободить место для человека и его детей. И сказал Ашем, вот место со мной и встанешь на скале и будет. Когда будет проходить слава моя, и помещу тебя в расщелине скалы и накрою ладонью своей тебя до прохода моего и сниму ладонь свою и увидишь меня сзади, а лицо мое не увидится. Накрою ладонью своей тебя. ладонью представьте себе, когда человек находится в расщелине скалы, то он видит на самом деле ну вот скала вокруг него, а видит он кусок неба над головой. Он не может увидеть прошлое, будущее, окружающее во всех причинно-следственных связи. он видит какой-то маленький кусочек неба над головой и всевышний говорит ты увидишь меня сзади, а лицо мое не увидишь. То есть человек способен в лучшем случае, в самом максимальном случае осознать прошедшее. Только прошлая история доступна охвату и пониманию. будущее от человека закрыто. Так, вернулись. Какие есть вопросы? Делаем перерыв, продолжение следует. Пожалуйста, какие есть ко мне вопросы? Ну, если вопросов нет. Нет, посмотри в чате, есть вопросы. ребят. А, в чате, да, иду в чат. Какой смысл кроется за названиями семи народов? Смотрите, значит, есть толкование каждого имени, значит, для нас важно, вот именно, что их семь, и, значит, на этом месте может оказаться любой народ, претендующий на нашу землю. Так, это семь число полноты. Ну, и здесь важно, что Кнаани это был базовый народ на этой земле, который в наше отсутствие дал этой земле наименование. Эритс Кнаан, земля Кнаанского народа. Вот. Ну, если есть необходимость, то я готов к следующему разу внимательно посмотреть на название семи народов и дать этому объяснение. Вот. Принимаю к следующему вторнику этот заказ. Еще вопросы? Все. Тогда спасибо за внимание. Всего вам наилучшего и встречаемся в следующий вторник в 8 часов израильского времени. Спасибо за субтитры Алексею!